Литературный гороскоп В древние времена, когда люди ночью смотрели на небо, они замечали, что многие яркие звезды располагаются в определенном порядке и образуют группы – созвездия. Люди давали имена этим созвездиям, называя их в честь богов, героев и давали названия животных или хорошо известных предметов. Потом человек заметил, что они двигались по небу. Определенные созвездия появлялись весной, проходили по небу, а потом исчезали. За ними шли летние, осенние, зимние созвездия. В процессе наблюдения четко выделились 12 созвездий. Нам известны эти созвездия под названиями – телец, овен, рыба, водолей, козерог, стрелец, скорпион, весы, дева, лев, рак и близнецы. Мы просим у них совета и пытаемся разобраться, как они влияют на наше поведение и судьбу. В той или иной степени каждый из нас верит, что звезды освещают наш жизненный путь, помогают или мешают нашим начинаниям. Мы, люди, так уж устроены. Нам всегда хотелось хоть одним глазком заглянуть в будущее. А астрологи пытались сделать это при помощи звезд. Предсказывали по расположению небесных светил судьбу человека. И даже целых народов. На основе этого и создаются гороскопы. Сегодня мы лучше узнаем друг друга, а поможет нам в этом гороскоп. У каждого знака зодиака есть своя характеристика. И вы, ребята, узнаете об этом сегодня. Итак, мы начинаем. Подвижным и активным, нетерпеливым и любопытным овнам мы советуем читать книги о благородных героях, подвигах и приключениях. Вас привлекают истории с динамичным сюжетом. Вам обязательно понравится Гомер. Приключения Одиссея. Баллады о Робин Гуде. Ридарьярд Киплинг. Книга Джунглей. Упорным, настойчивым, доброжелательным и практичным тельцам как нельзя лучше подойдут книги, в которых красота соединяется с пользой. Николай Носов. Витя Малеев. Школе и дома. Джанни Радари. Сказки по телефону. Софья Прокофьева. Приключения желтого чемоданчика. Впечатлительным, активным и любящим разнообразие близнецам, у которых всегда тысяча вопросов. Чтобы занять свой мозг, стоит прочитать Николай Носов. Приключения Незнайки. Георгий Скребицкий. Сказки следопыта. И Виталий Губарев. Королевство кривых зеркал. Эмоциональным, чутким, ранимым, создающим свой сокровенный мир ракам, очень понравятся книги, в которых много тайн, чудес и настоящей дружбы. Это сказки «Тысяча и одна ночь». Мария Пар. Вафельное сердце. Елена Верейская. Три девочки. Львам, не любящим одиночество. Рекомендуем книги про героев, великих людей и королей. Это Джанни Радари «Приключения Чаполина», Кристине Нёслингер «Долой огуречного короля» и Анатолий Олексин «В стране вечных каникул». Австрийская писательница Кристине Нёслингер написала очень веселую книжку. Семейный роман, который было бы неплохо прочитать не только детям, но и взрослым. Однажды добропорядочная австрийская семья Хогельманов, состоящая из мамы, папы, деда, двух мальчиков и одной девочки, обнаруживает на своей кухне странное существо. Выглядит оно, как тыква-огурец, да еще и с короной на голове. Говорит на ломаном человеческом языке. Считает себя царем нижнего подвала, которого изгнали подданные. Велит любить себя и жаловать, а также всячески ухаживать за ним и кормить проросшей картошкой. Дети и взрослые, попавшие в такую нелепую, смешную и прямо-таки фантастическую ситуацию, повели себя по-разному. Например, отца семейства эта тыква-мыква буквально водит за нос. Несмотря на общую развлекательную интонацию, книга, несомненно, весьма поучительная и многоплановая. В ней затронуты и педагогические, и психологические, и даже политические темы. Но главное – это проблема отцов и детей. Верные, несуетливые, интеллектуальные девы. Вы не всегда уверены в себе. Вам вообще полезно читать хорошие книги. Почаще перечитывайте «Гадкого утенка» Ганса Христиана Андерсена, Даниэль Пиннак – собака-пес, Кит Дикамила – удивительное путешествие кролика Эдварда. Однажды бабушка подарила внучке Абелин удивительного игрушечного кролика по имени Эдвард Тюлейн. Его сделали из тончайшего фарфора. У него был целый гардероб изысканных шелковых костюмчиков и даже золотые часы на цепочке. Абелин обожала своего кролика, целовала его, наряжала и каждое утро заводила его часики. А кролик никого, кроме себя, не любил. Как-то Абелин вместе с родителями отправилась в морское путешествие. И кролик Эдвард, упав за борт, оказался на самом дне океана. Старый рыбак выловил его и принес жене. Потом кролик попадал в руки разных людей – добрых и злых, благородных и коварных. На долю Эдварда выпало множество испытаний. Но чем труднее ему приходилось, тем скорее оттаивало его черствое сердце. Он учился отвечать любовью на любовь. Дорогие весы! Вы не любите одиночество и быстро утомляетесь. Вам просто необходимы, красивые, хорошо оформленные книги с героями, которые составят вам приятную компанию. Девочка Тоня по прозвищу Гроза Глимердал – единственный ребенок в норвежской глухой деревушке. Тоне 10 лет. У нее есть снегокат и твердая уверенность в том, что главное в жизни – скорость и самоуважение. Когда она мчится с гор, распевая во весь голос и сверкая рыжий копной волос, вся деревня знает, что едет самый главный человек в долине. Повесть рассказывает о настоящей дружбе и о том, что иногда дети оказываются намного мудрее взрослых, помогая им примириться со своим прошлым и радоваться настоящим. Независимые, агрессивные, шумные, но любящие секреты скорпионы. Вам просто предназначено судьбой любить детективы. Стоит почитать Эрих Кёснер, Эмили Сыщики, Эдуард Успенский, следствие ведут колобки, Астрид Лингрен, почти детективные истории для детей, о знаменитом сыщике Калле Блюнквисте. Любознательные, жизнерадостные, нетерпеливые и общительные стрельцы. Вас влекут дальние страны и путешествия, экзотика невиданных материков. Но объездить весь мир не так просто, поэтому вы компенсируете недостаток живых впечатлений книгами. Именно для вас написана вся приключенческая литература. Читайте Джон Толкин, Хоббит или туда и обратно, Андрей Некрасов, Приключения капитана Врунгеля, Святослав Сахарнов, Дельфиний, Остров. Ответственные, спокойные, выдержанные козероги. Чтобы жить и не нервничать, вам необходимо не только спокойное чтение, но и книги, в которых немного легкости, любви и смеха. Вам понравится Лия Гераскина, Все приключения в стране невыученных уроков, Рудольф Эрих Распе, Приключения барона Минхаузена, Николай Носов, Дневник Оли Синицына. Водолеи, мы знаем, что вы не любите скучать, шутя осваиваете знания, любите разнообразие в жизни и книги, в которых содержатся факты и информация. Вы сторонник всего необычного и фантастического. Вы не заскучаете с фантастической литературой. Серия книг Кира Булычева «Путешествие Алисы», Джеральд Даррелл «Говорящий сверток» и Оскар Уальд «Мальчик-звезда». Мечтательные фантазеры, застенчивые, смешливые и любящие волшебство рыбы. Для вас главное найти угромный уголок и читать, читать, читать. А вот и книги, которые помогут вам не грустить, не огорчаться и не нервничать. Эрнст Гоффман «Щелкунчик и мышиный король», Джеймс Крюс «Маяк на омаровых рифах», Сельма Лагерлев «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Этот обзор книг рекомендован для ребят среднего школьного возраста. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова